Я приветствую всех и каждого, дорогие и уважаемые мои подписчики, любимые и верные друзья, а также граждане, кто не равнодушен к происходящему в нашей великой и многострадальной в то же время стране, матушке России. С вами я, принц Уриэль. Ну что же, дорогие друзья, сегодня я хотел бы поговорить и обсудить, наверное, вчерашнее событие, очередное, в котором задействованы мигранты, как всегда, это старая песня. Вот, ну, на новый лад, потому что тут замешаны еще полицейские. Это произошло на станции метро Тульская в Москве. Ну и те, кто не знает, я все-таки расскажу. Значит, двое представителей южной национальности, приезжие из Таджикистана, избили полицейских. А началось все как? Полицейские подошли к одному парню, вот этому горячему, и потребовали документа. Ну, мало ли что там, знаете, как бывает же, проверяют, да, вот, мигрантов, есть ли там регистрация временная, какая постоянная, или они незаконно здесь пребывают. Ну, на всякий случай. Правда, я не могу судить сейчас как-то действия сотрудников полиции, потому что я не знаю ситуации, в принципе, там информации мало. И, соответственно, не могу кого-то здесь судить, защищать. Но сам факт то, что сотрудники полиции, наверное, после этой ситуации, ну, наверное, задумаются, кого все-таки следует вот так вот, ну, не знаю, заламывать руки, так вот жестко арестовывать. Вот этих горячих парней, которые не научились жить в цивилизованном мире. Или все-таки вот этих бедных, несчастных старушек на митингах, которые пытаются как-то достучаться до власти. Понимаете? Вот, в общем, вот на эту просьбу сотрудника полиции этот мигрант стал избивать одного сотрудника. Тот пытался его защитить, другой сотрудник. Но ничего не получалось. Наручники, естественно, не смогли на него надеть. Он такой оказался бойкий, вот, джигит, можно так сказать. И буквально из другой стороны выбегает еще один такой же представитель южной национальности, гражданин Таджикистана. Ну, видать, это его друг. Может быть, он в туалет ходил, может быть, как-то. И он увидел, что его друга бьют. Ну, не бьют, а пытаются задержать. Тот, значит, на него налетел, на сотрудника полиции, который второй. И все. И тут началась такая драка, что сотрудники полиции не могли поймать вот этих двух. И буквально растерялись. Потом, правда, их задержали сотрудники уже, кто там, сыщики, наверное. И все, сейчас им грозит статья за применение насилия в отношении сотрудников полиции, ну, представителя власти, 318-я статья. А другому за сопротивление сотрудникам полиции. Ну, две статьи, нормально. Так вот, что я хочу сказать. Вот, смотрите. Какая ситуация? Дело в том, что у нас сотрудники полиции вообще не обучены. Такое ощущение, как будто бы они какие-то трусы. Ведь, смотрите, они не боятся арестовать какого-то студента на площади, там, допустим, Питера или Москвы. Или бабушку, потому что, ну, бабушка, что, она беззащитная, она пенсионерка, она, ну, как бы не сможет, так сказать, дать сдачи, да. И заламывают буквально руки. Одну бабушку, по-моему, ударили, ОМОНовец какой-то, по-моему, ударил, и у бабушки там аппендицит развился. Это было в прошлом году. Так вот, смотрите. А здесь они вообще трусы. Здесь они не могут ничего сделать. Так вот, я вот обращаюсь здесь, ну, кто, может быть, меня услышит. Вот, действительно, эта ситуация, как бы, лакмусовая бумажка, которая показывает, что, ну, вы бессильны перед мигрантами, но вы прессуете невинных людей. То есть, это вам, как бы, карма, как возвратка идет. Может быть, вы после этого задумаетесь, чтобы, ну, как-то реально, правильно вести себя по отношению к собственному народу, ну, к нашим гражданам. И вот надо как-то усиливать меры безопасности в отношении, допустим, таких ситуаций, да, чтобы не было, чтобы вас не избивали вот так вот. Хотя, в принципе, вы знаете, может быть, эта ситуация в чем-то научит вот этих мусоров, как я их называю. Потому что это реально мусора, которые, ну, ничего не могут сделать против реальных вот таких вот злодеев. Ну, вот как-то так, дорогие друзья, пишите свое мнение, что вы думаете насчет этой ситуации. Я считаю, что такие сотрудники полиции не должны быть на занимаемой ими должности, а должны быть уволены. Потому что они не справляются со своими задачами, которыми они должны справляться. Ну, вот как-то так. Вот. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видеоролике. До скорого.